Выглаженные белые рубашки, пышные банты, яркие шарики в руках и горящие глаза. Торжественная линейка начала учебного года отпраздновали сотни учащихся из столичного лицея имени Дмитрия Кантемира. Слегка взволнованными или напротив, демонстрирующими уверенность, выглядели первоклассники. Сегодня они главные герои торжества, для них звенит их первый школьный звонок. Впереди их ждут новые знакомства, знания и эмоции. Один человек учится, учится, учится. Понравилась школа. А чем тебе она понравилась? Понравилась, что позвонил первый звонок. И еще, что у меня есть еще друзья, которые ходят в школу. А в школу хотел? Да. А почему хотел? Потому что хотел все знать. В школу хотел? Да. Почему? Потому что мне нравится узнавать все новое. Я хочу ходить в школу, потому что мне тут нравится. И много знаний, и можно научиться. И я люблю читать и писать. Не менее взволнованы и родители юных школьников. Совсем скоро им придется вновь вспомнить правила и формулы. Но уже вместе со своими детьми. Эмоции очень волнительные. Мы первый раз, это наш первый ребенок, с которым у нас идет в школу. Мы очень довольны и очень весело здесь было на первом звонке. Детки так пели, читали, умнички. Трепет, волнение. Это первый такой ответственный шаг на пути во взрослую жизнь. Мы к нему готовились. Мы знали, на что мы идем. С трепетом в школу вернулись и другие ученики. Я немного ждала, но немного боялась. Новый учитель, новый класс. Но так я очень рада за творчество встречи со своими друзьями. Я очень рада, потому что я пришел в школу. Я люблю ходить в школу, потому что я здесь получаю знания. И это мне поможет в будущем. Я буду полезен в своей стране. Ну, я вообще не волнуюсь. Ну, вперед! И получать хорошую оценку. Радостно, потому что я пришел в школу, а в школе я получаю знания. Помимо знаний, школа учит деток добру, пониманию и уважению ко всем. Именно поэтому сегодня вместо привычных букетов ученики лицея вместе с их родителями решили помочь животным. Вместо цветов на первый звонок они принесли корм для братьев наших меньших. По словам учителей, начав учебный год с добра, детки с большим трепетом будут относиться к учебе. Это очень радостно. Это новые эмоции. Позитивные эмоции мы каждый раз встречаем новый учебный год, ожидаем каких-то новых ситуаций в лицее с детьми, конечно, каких-то новых достижений учащихся на олимпиадах, на различных конкурсах. Мы раскрываем таланты новых поступивших детей, первоклассников, узнаем их, привлекаем их в какой-либо школьной жизни. Желаю им успехов, чтобы они полюбили школу, чтобы они ходили в нее с радостью, чтобы они желали ходить каждое утро в школу, чтобы они получали что-то новое и для них интересное. Со словами на полстве к учащимся обратился и почетный гость торжества, депутат парламентской группы «Победа» Регина Апостолова. Больше 22 лет депутат возглавлял один из столичных лицеев, сопровождая детей в мир знаний. Сегодня вместе с ними она вновь открывает дверь в новый учебный год. Это важное событие для всех, в чьих семьях есть ученики. Ну а если по-крупному говорить, дорогие друзья, мы все дети школы. Мы все проходим на определенных жизненных этапах этот период. Сегодня тысячи, десятки тысяч школьников в республике Молдова сядут за парты. Я очень хочу пожелать, чтобы, во-первых, это был для них плодотворный год. Для всех, без исключения детей, родителей, педагогов, всех жителей страны, это был мирный год. Мы по традиции, конечно же, сегодня депутаты парламента, активисты Блока Победы, мы все сегодня в школах. Мы сегодня пришли не с пустыми руками и думаем, что наш сертификат, который сегодня все вручили в школу, где мы были, принесет пользу для того учебного задения, которым он будет подарить. А это еще одна составная часть учебного процесса, который направлен именно на обучение детей. Подарочный сертификат на приобретение интерактивного дисплея от команды Илона Шора без сомнений принесет учебному процессу лицея неоценимую пользу, сделает освоение знаний более понятным и наглядным. Приятный сюрприз получили учащийся теоретического лицея имени Владимира Маяковского в Бельцах, где на торжественном мероприятии присутствовал исполнительный секретарь исполкома Блока Победы Марина Таубер. Депутат парламентской группы Победы пожелала всем школьникам, чтобы они сохранили в сердце и пронесли через всю жизнь эти чудесные дни, чтобы каждый школьный звонок открывал им двери в мир новых знаний. Кто-то сегодня переступает порог школы в первый раз, для кого-то это уже завершение пути, кто-то вспоминает прошлые школьные годы. На своем опыте хочу сказать, что в эти годы приобретается, возможно, самая крепкая дружба. Поэтому хочется пожелать всем ребятам дружить, радоваться вместе, заводить друзей, которые всегда будут рядом по жизни. Дети и подростки заслуживают самого лучшего. И наша команда однозначно сделает все возможное, чтобы помочь и поддержать лицей там, где это будет необходимо. Напомню, в Молдове более 1200 учебных заведений, 108 из которых начали учебный год 1 сентября, а 1059 – 2 сентября.